Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, мои золотые. Вы на канале все для женщин. С вами Ваше Хелен. Сегодня у нас спортивный комплекс упражнений, которые я применяю при своем похудении. У меня никак не получается похудеть, как я похудела в том году, но я к этому стремлюсь. Возможно, я изменю что-то в своем питании, в своем рационном питании, но так как я часто готовлю для своих домашних что-нибудь такое вкусненькое, мне, конечно же, все это попадает в рот. Вот вы знаете, я так хочу похудеть и я так хочу пожрать. Надо что-то выбрать одно или золотую середину. Но сегодня упражнение, комплекс упражнений, я уже давно обещала девочкам показать, комплекс упражнений, которые я делаю для того, чтобы убрать свой живот. И сделать, как говорится, бедра меньше. Вот. И сейчас я вам покажу, что я для этого делаю, какие упражнения. Все очень легко и просто. Повторяйте, у вас все получится. Девочки, я сейчас нахожусь во второй нашей новой комнате, которую мы уже сделали, ремонт сделали, но обзор вас ждет впереди еще. На днях я это сделаю обязательно. Мне осталось здесь единственное, покрасить батарею. Поэтому я пока еще вам не показываю полностью комнату. Но зато сейчас у меня здесь есть свободное место и я покажу вам комплекс упражнений, которые я делаю для своего, так сказать, похудения. Худите вместе со мной. Мы сейчас приступаем. Смотрите, повторяйте. Надеюсь, что у вас все получится. Итак, мои хорошие. Ложимся на спину. Ноги сгибаем в коленях. Руки за голову. Сейчас мы с вами будем качать пресс. Верхний пресс. Следите за дыханием. Итак, по 10 подходов в 3 раза. Поехали. Чувствуете, как у вас напрягается верхний пресс? Это очень хорошее упражнение. Итак, я вам сейчас не буду показывать, сразу делать по 3 захода. Я вам просто сейчас покажу по одному подходу каждое упражнение. А вы уже будете делать по 3 подхода. Итак, далее, значит, руки ложим под попу. Это у нас с вами будет упражнение на нижний пресс. Ножки вот так скрещиваем. И поехали. Поднимаем высоко попу. И ножки поднимаем высоко. И, естественно, поднимается у нас с вами попа. И так мы с вами делаем 3 раза. По 3 подхода, по 10 раз. Далее, значит, еще одно хорошее упражнение на нижний пресс. Мы с вами руки также ложим под попу. И начинаем вот такими движениями. Велосипед. Итак, делаем велосипед. Руки у нас с вами под попой. Сгибаем ноги в коленях и поехали. Следим за дыханием. Итак, делаем также по 3 подхода по 10 раз. Если вам будет тяжело на первом этапе, то можете делать по 5 раз. Смотрите уже своим состоянием, своим самочувствием. Далее, значит, нам с вами понадобятся гантельки. Очень хорошее упражнение с гантелями. И для пресса, и для нижнего, и для верхнего. И для наших ручек. Итак, берем гантельки, обыкновенные гантельки. И начинаем делать вот такие движения. Такие движения делаем сперва 10 раз за голову гантели. Поднимаем руки кверху и руки в сторону. Также 10 раз. Следим за дыханием. Теперь поднимаем руки. Сгибаем локтя и поднимаем гантель вверху. Кстати, девочки, я такими упражнениями избавилась от хондроза. У меня был хондроз, я не могла поднять руку. Вот такими упражнениями с гантелями я только от этого избавилась. Далее, значит, мы с вами будем делать, качать пресс с гантелями. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ноги на ширине плеч, руки за голову с гантелями. И поехали. Раз, два, три. Корпус вперёд. У меня здесь немножко мало места. Так что, короче говоря, по 10 раз в 3 подхода. Таким вот образом вы качаете нижний пресс. Очень хорошее упражнение. Ну а сейчас я вам покажу упражнение без гантелей. Также очень хорошо качает пресс. Итак, ручки сгибаем в локтях, кулачки сжимаем. И поехали. Ручки сгибаем в локтях, кулачки сгибаем в локтях, кулачки сгибаем в локтях. И также, чтобы убрать, как говорится, лишний жир с рук. Итак, руки расставляем в разные стороны в локтях, сгибаем и поехали. Вот таким образом вы также делаете по 3 подхода по 10 раз. Ну а теперь упражнение для ног. Ножки поднимаем. Чем выше, тем лучше. И начинаем делать вот такую растяжку. У меня пока она совсем не получается. Но я пытаюсь ее делать. Растяжка для ног нам очень с вами нужна. Так что не бойтесь. Даже если пока у вас не получается. Когда, кстати, давно садилась на шпагат. Занималась гимнастикой в молодости. Вот так. Делаем растяжку. По 10 раз также делаем в 3 подхода. Со временем у нас с вами будет получаться намного лучше. Ну и еще, девочки, очень хорошее упражнение. Сейчас мы с вами будем поднимать наш корпус. Чем выше, тем лучше. Итак, поехали. Руки сгибаем в локтях. Упираемся о пол. И начинаем такие движения. Это типа отжимания. Следите за дыханием. Итак, повторяем. 3 подхода по 10 раз. Далее. Мы с вами еще сделаем одно упражнение, которое также очень хорошо поможет нам с вами похудеть. Мы с вами будем делать вот такие упражнения. Попу прям в сторону. Отоплитайте. В сторону. Итак, мои хорошие. Сегодня я показала вам несложный такой комплекс упражнений для похудения в домашних условиях. Эти упражнения вы легко сможете повторить за мной и сделать их дома. Кстати, мой сын подарил мне абонемент в спортзал. Но дело в том, что у меня есть такая подружка. У нее вес уже за 90. И мне стало ее так жалко, потому что она боится сама тоже потратить деньги на абонемент и ходить в спортзал. И я решила сделать ей такой предновогодний подарок. Я подарила ей этот абонемент, и она уже ходит в спортзал. Она намного полнее меня. И знаете, я думаю, что я как-нибудь сама смогу справиться и заниматься дома и похудеть. Но ей, конечно, нужен же персональный тренер, который там имеется. Так что, девочки, я думаю, что мой такой добрый жест поможет моей подруге избавиться от лишних килограмм. Ну а я буду вот так дома сама самостоятельно пытаться скинуть свои лишние килограммы. Если у вас имеются лишние килограммы, вы не переживайте, потому что все в наших руках. Если я не хочу, то я не буду. Если я захотела, то я обязательно это сделаю. Кстати, за последнее время, от начала моего похудения, я сбросила всего лишь 5 килограмм. Это очень мало, я это понимаю. Но я хочу сказать, что я себя особо не напрягаю. Я пытаюсь худеть постепенно, пусть медленно. Я позволяю себе скушать и кусочек тортика, и какой-то пирожок. Но делаю это всё, конечно же, в пределах нормы. И в определённое время. Допустим, если вечером я испекла торт, то я не буду кушать кусочек торта на ночь. Я лучше его скушаю утром, на завтрак. Вот. Чтобы в течение дня у меня вот эти калории, которые я употребила, кушая этот тортик, у меня сожглись. Я буду делать всё это, пусть постепенно, но верно. Я хочу всем сказать, кто хочет похудеть, то у вас всё получится, если вы только сами этого захотите. Если вы этого не захотите, а будете только смотреть в интернете, или читать там в каких-то блогах о похудении, и ничего не предпринимать, то у вас, естественно, ничего не получится. Я уже худею не первый раз. Мне кажется, я уже такой заядлый похудельщик на Ютьюбе, что, знаете, я то худею, то толстею, то худею, то толстею. Но дело в том, что если я сдалась целью, то я обязательно этой цели добьюсь. Я вот такой человек. Я надеюсь, что у вас после этого видео будет какая-то мотивация, чтобы вы начали худеть. Если у вас имеется лишний килограмм, не переживайте. Это не навсегда. Если человек хочет, то он обязательно этого добьётся. Стремитесь к своей цели. Стремитесь к своей цели правильно и уверенно. Никогда не обращайте внимания на какие-то злые шутки, на какие-то злые слова в ваш адрес. Потому что люди, которые вас оскорбляют, как-то унижают, если у вас лишний вес, они не стоят ни гроша. На таких людей не стоит даже обращать внимания. Держите голову высоко. Идите с приподнятой головой, как говорится, и улыбайтесь себе. И говорите себе, что вы самая красивая, вы самая лучшая. И у вас всё получится. Девочки, я считаю, что сегодняшний день принесёт кому-то из вас хоть какую-то долю счастья. Потому что если вы смотрите это видео, то, значит, у вас есть какая-то цель. А тем более целью вот в таком плане, как похудение. Худейте, худейте вместе со мной. Давайте друг друга поддерживать. Давайте друг друга любить. Потому что без любви к друг другу трудно жить. Я считаю, что наша жизнь – это просто счастье. Это сказка. И давайте эту сказку сделаем самой лучшей. На сегодня у меня всё. С вами была ваша Елена. Всех вас люблю и обнимаю. Желаю вам хорошего настроения и самого лёгкого похудения. Всем удачи. Скоро вновь увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас мы с вами будем поднимать наш корпус. Чем выше, тем лучше. Итак, поехали. Руки сгибаем в локтях, упираемся о пол и начинаем такие движения. Это типа отжимания. Следите за дыханием. Итак, повторяем. Три подхода по 10 раз. Далее. Мы с вами еще сделаем одно упражнение, которое также очень хорошо поможет нам с вами похудеть. Мы с вами будем делать вот такие упражнения. Попу прям в сторону. Отобедайте в сторону. Итак, мои хорошие. Сегодня я показала вам несложный такой комплекс упражнений, которые вы сможете делать дома самостоятельно, без всяких тренажерных залов. Кстати, насчет тренажерного зала. Сын подарил мне абонемент. Но я, такая добрая душа, подарила этот абонемент своей подруге, которая уже весит за 90 килограмм. И она все как-то боится пойти и купить сама себе этот абонемент, думает, что у нее ничего не получится. Я решила сделать ей такой подарок, предновогодний подарок. И не знаю, как у нее это выйдет, как у нее все это получится, но надеюсь, что у нее все получится. Ну, а я буду заниматься дома. Так что, мои хорошие, вот такие у меня новости.